Ну вот сегодня у нас 17 сентября 2020 года, примерно где-то неделю назад я делал ловушки вот для этих шершней, вот они поселились в этом сковоречнике. И в интернете видеоролики, вот повесил вот сюда ловушку, наложил туда арбузиков, яблочков, сотового меда даже положил, чуть-чуть такой полупустые. И вот они еще тут тоже сидят, вон они. Уже и в эту ловушку они набились. Ну чтобы со мной никаких казусов не случилось, я сейчас это дело заткну. Тут много ос набилось, еще тут сниму тоже ловушку и так же все сделаю. Вот он какой красавец. Красавец-то красавец, если он, как говорится, сидит в ловушке, вот если он выберется, будет очень больно. Вот они живые, резвятся там. Сейчас вторую буду снимать, у меня жердь тут, я как вешал, брал жердь вот такую вот, это березовая, туда гвоздик брал, наконец набивал наклонно, вот таким вот способом. Вот и так одевал кормушку. Два раза она у меня упала, правда, не кормушка вернее, а ловушка. Вот сейчас я ее сниму оттуда потихонечку. Не знаю, как это я сделал одной рукой, конечно, но постараюсь. Тут их сильно тревожить-то нельзя тоже. Они ребята серьезные, чуть-чуть сразу могут туда читать хорошо так. Сейчас снимаю. Аккуратно-аккуратно-аккуратно. Одной рукой, конечно, неудобно, но с боже помощью сниму все равно сейчас. Так вот. Так-так-так-так-так. Все. Посмотрим. И они там есть. Однако сработала ловушка. В интернете я показывал мужчина, молодец он. То есть все получалось. То есть это натуральное, невыдуманное. Бывают такие способы показывать, которые непрактичные, а это практичные именно. Но для этого нужно время. Некоторые говорят, ну проще. Вот сколько их набилось в банку эту. Не знаю, видно, тут будет нет на камеру. Я, чтобы это не случилось какой-нибудь казуса тоже. А вдруг он найдет себе возможность вылезти. Я на время сделаю вот такую перчатку своего рабочего сына. У меня там легла. Ну ладно, сейчас я. Это весьма плохо. Тут они уже могут вылезти. Вон он, полез. Уже полез гаденыш. Это уже плохо. Все. Сейчас я беру эти обе ловушечки. Вон одна солезет. Плохо. Оно мне может шеваркнуть. Красавцы. Красивое, конечно, творение, но очень уж они опасные. Потому что у матушки там Людмилы, это отца Якима, матушка, есть пчелиный рой. Тут он не один уже. Вот. И они там, говорит, уже дорожку себе проложили. И это, начали уже пчел убивать. Вот он меня попросил, говорит, в интернете посмотреть, какие там способы есть борьбы с шершнями. И вот один способ я нашел. Главное смотреть, за ним не вылезли. У меня тут кое-что сделано не очень плотно. Вот. Вдруг вылезут, не дай бог, конечно. Сегодня мы копаем картошку. У нас сегодня четверг. Вот. Вот я в первом ролике показывал, как я здесь проношу эти готовые ловушки для них. Здесь вот показывал, как Сергей тут прокосил бензокосилкой триммером. Это у нас постройки. Вон там теплица. Здесь у нас дровяник. Ну вот мои ловушки для шершней, как они сработали. Сейчас покажу все. Где-то столько набралось? Да. Это примерно дней за пять чуть. Около пяти дней прошло. Смотри, чтобы они у тебя не вылетели. Да, да, да. Давай, я тебе открою. Открой, пожалуйста, брат. Сейчас хлопнет, смотри, аккуратно. Ага. Это тоже придержи. Угу. Какой там? Угу. Вот. Иначе, посмотрите результат. Что там добавлено? Смотрите результат. Ого. Смотрите результат какой. Они еще живые. Ну а где, сколько там? Вот смотрите, сколько бьется их. Уголки огромные. Капкан. Еще себе. Я затнул на всякий случай, а вдруг пролезут. А они тут, видишь, могут вылезти в дырочку. Нет, я затнул. Вот. Ну затнул-то я вижу. Они, видишь, это пытаются найти ее. Это капканы специальные? Да, это капканы. Это я в интернете увидел ролик. Ну давайте, садите. А внутри чего там поешь? А сладенько. А книжку тебе подарили. Да, продавили трем. Мне, Сергею и вам подарили. Да просто ты понимаешь, что это. Я сейчас вам отдам. Дмитрий сказал вам тоже подарил. Она подписанная. Ну спасибо. Вот. Вот, смотрите. Моему духовному отцу Инатию Тихону Челапкину. Это важно. Да хорошие, с городами какие они. Красивые. Морковку тереть будете? Спрашивают, морковку тереть будете? Я пошел, ничего там нету. А, нету. Я принес. Он принес. Смотри, брат. Опасные ребята. Смотри, как огромные. Да, да. Сейчас. Вон он. Вон он. Вон он. Вон он. Смотри. Оса если укусит, то больно. А тут это вообще. Говорит даже нечего. Тут еще набухнет. Набухнет, да. Тут спасает лук. Надо сразу срочно приложить луковицу. Прорезать луковицу вот так. И резаную частью приложить. И все. И тогда боль снимается во-первых. И опухоль нет. Тоже проверили на практике много раз. Я раз в одно лето было очень много луковицы. Я носил с собой луковицу. Ой, эту луковицу. В кармане и велосипеде. Так что давай я их вынесу. Не дай бог они оттуда. Если полезут что-нибудь не так, не будет. Их только это. Если вылетит, то он будет с великой нярышкой. С великой нярышкой. Нам тут мало не покажется. Поглотить. Да. А там стоит третья ловушка. Я все хочу сказать мордушка или кормушка. Какая кормушка какая-то ловушка. Все, они пускай сидят. А здесь вот у меня третья ловушка стояла. Здесь у меня набилось большинство мух. Ого, так это и мухоловка хорошая. Да, и мухоловка хорошая. Только надо что-нибудь сладенькое положить. Я там остатки сотого мёда положил. Не мёда, а сотый. Можно кал туда положить? Да, можно. Для мух. Кого? Кал. Кал дома же не будешь класть. Ну да, на улице. А это где были? А то на улице. Вот здесь стоял. Ну на улице. Нет, туда просто сладенькое что-нибудь положи и все. Больше ничего не. Яблочки подпортившие они любят. Ну то есть арбузики там какие-нибудь объедки. И все, и они туда нализуют. Вон посмотри. Виталий, ты не видел? Покажи ему шершней. Видал? Ребята какие серьёзные. Слушай, надо тоже такого сделать. Я всё понял как делается? Да, просто вырезается и переворачивается. Смотри. А как они залазят? Они залазят? А вылезти не могут. А вылезти? Потому что у них тямы не хватает. Что надо именно через эту дырку вылазить. Ну вот смотри. Вот смотри. Мог бы вылезти сейчас. А он капошится, капошится оттуда. Да. То есть видимо у него как-то не хватает это. Тямы, да? Не тямы, а даже видимо физически он не может туда залезть. Она же скользкая внутри-то. Спускаться-то легче, ну как бы. Скользко их смазываешь или оно так и есть? Нет, так и есть. Это самый простейший ловушек. Просто накрыл потом варежкой, да? Нет, это я когда снял, накрыл. А так они открыто стоят. Просто туда наложили что-нибудь такое сладенькое, что они любят. Там виноград кладут испортившиеся. То есть яблочки такие, арбузики там. Что-нибудь сладенькое. Ну там я сок этот налил. Как он? Яблочный туда. Я сварил. Когда ты поставил? Не, пять назад. Ага. Они сразу туда не ловятся. Надо, чтобы это начало портиться чуть-чуть. И тогда они вот как у нас здесь на куче собираются. Даже здесь. Я сперва... Мужчина это показал. Он там виноград укладывал. Тоже так же много было. Вот так и люди, да? Вот на приманочку. Раз. Да, да. Смартфончик. Да, да, да. Для духовного. Да, да, да. Да, да, да. И потом раз. Ловочка и захлопнулась. И ты уже, как говорится, печать другая тебе наложена. Небожественная. Ковидло. 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 И ковидло накрыто. И дверь, которую не знают. Да. Ищут там, где ее нет. Кстати, дверь-то есть, да? Да. Она-то есть. Есть дверь, да. Они могли бы за это время вылезти спокойно. Но не могут. Не дано им это увидеть ее. Вот, между прочим, когда Слово Божие это читаешь, там заветели толкователи сразу раз на духовное все события. Двоякое толкование дается. Вон, брат Сергей, там еще морковку моет. Подручней еще. Вон. Там это, на стол не надо помогать. Ложки класть, хлеб разложить. То есть, вот эту вот работу от вас можно сделать. Режет доска, доску не взяла. Огурец режет и щихает прямо здесь вот по клеенке. А газета она не держит. Да, не держит. Я подошел, вижу, вот как обрезала. Ну, когда встань, туда надо достала. Прямо отрезала там, которые хорошие. Ну, в каждом деле. Все четыре вот эти тасика стоят. Захожу. И они все вот так вот. А вот. Край воды закрой. То есть, они уже ноги свесили. Притом, место полное. Ну, почему... Притом, все женщины сто процентов одинаково. Если покрышку отнимают, то там покрышка. Я отнимаю и переворачиваю здесь. Что на покрышке было, вот допустим так. Вот вот. Это пылинка. Ну, ты опросил, куда она упала? Пошло дело. А ты ее отнесли в сторону. Там опрокинь положи. Ну, вот одно вот движение. А у меня бабушка еще говорила, я так кружку как-нибудь на край поставлю. Она говорит, у нее голова кружится уже. И предполагаю, сколько замещаний сегодня сделала. На каждого шалбука. А почему? Без мужа. Никто не руководит. А все равно делаю. Вот это вот программа стиль тоже не надо будет. Уберите куда-нибудь. Мужья. Яблоки, да? Яблоки, да? Яблоки, да? Яблоки, да? Яблоки, да? Яблоки, да? Часть, которые подпортишь и оставь. Я на лужках тебе показал уже? Ты живешь? Да, да, я понял. Хорошая вещь. Она единственное, что она долго, время требует для этого, для убрания. Зато тебе не надо рисковать ничем. Поставила, их можно хоть 10 наставить. Спокойно, сколовец. Ну ладно, мы показывали уже завтрак. Что у нас? У нас еще только в этом рационе появилась что? Капуста. Квашенная капуста. Квашенная капуста. Яблоки. Тут у нас лучок с этой, с укропчиком. Это сотовый мед. Лук. Чесночок. Помидорчики. Огурчики. Масло и соль. Четыре компонента. Какие огурчики, я сказал? Лук. Помидорчики. Это у нас ягоды от компота. Это вот тут немножко икра осталась. Красивная. Выступная. Вот это караси. Это пряники. Обычные. Хлебов братья купили этот. Черный. Мы сами. У нас только белый макабик. Только белый стряпаем. Здесь у нас также еще есть просто квашу, просите. Братья. Хорошая. Со сливками. Со сметаной, вернее даже можно сказать. Здесь у нас компот. Это у нас чай. Даже без сахара братья попросили сделать. Ну все. Слава Богу за все. Аллилуйя. Уважаем.